Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть на зеленой долине. И серию мы в этот раз начинаем около коровника, потому что первые процедуры, первая работа, которую мы будем делать, она находится около коровника. В общем-то, друзья, чем мы вообще будем сегодня делать? Для начала, друзья, нам надо покормить будет коровок наших, потому что в прошлой серии я про это тупо забыл. Соответственно, для них произвелось немножко моносмеси, я в прошлый раз ее чуть-чуть совсем закинул. У нас, в общем-то, есть здесь 70 кубов, поэтому, я думаю, 2-3 прицепа надо будет им закинуть. Трактор у нас здесь, так что недалеко даже ехать не придется. Также, друзья, у нас появилось немного компоста, и он, походу, идет с потерями соломы, то есть мы солому больше загрузили, чем появилось компост. Ладно, я понял. В общем-то, он пока есть, его я трогать не буду, пускай, в общем-то, он будет, если он вдруг нам понадобится, его произвести вообще не проблема. Далее, друзья, у нас есть поле с травкой, которую надо будет сегодня в очередной раз покосить, после чего переворошить сено. Для этого надо будет взять сеноворошилку, потом это все дело заволковать и, в итоге, затюковать и отвезти на склад. В общем-то, здесь работает до хрена, на самом деле. Все это будет очень долго. Далее, друзья, перемещаемся на нашу лесопилочку. Что у нас тут по ресурсам, на самом деле? Мне надо бы работника отсюда освободить, его не так много осталось. Я, короче, подумал о том, что мы продадим наши все палеты, контейнеры. Во-первых, у нас сейчас катастрофическая нехватка денег, мы сегодня залезем в кредит. В общем-то, я подумал, что мы вот это вот все добро, то, что мы произвели, продадим. И продадим мы все это дело на рынке. Рынок сенатовка, который около нашего дома находится, оно тут будет продаваться, типа, постепенно как-то. В общем-то, посмотрим даже, как это работает. Сюда мы завезем контейнеры, палеты и ящики. То, что все, что у нас есть. Если оно нам понадобится где-то для производства, мы потом купим. Далее, друзья, как обычно, у нас созрело наше поле 16-е, его нужно убрать. Тут ничего сверхъестественного. Комбайн будет оставлять нам соломку, и знаете, куда мы эту соломку будем девать? А вот сюда, друзья, мы сейчас находимся на БГА. Единственное, но, как я уже говорил, и не только в этой карьере, мне надоело играться с ямами. У нас одна яма забита, поэтому сюда надо будет куда-нибудь пихнуть ферментатор. И, в общем-то, мы купим для нашего дона специальную жатку, точнее, это как-то пресс-подборчик, что ли, называется. В общем-то, он будет переделать солому в сечку, и мы всю эту сечку отвезем и будем перерабатывать силос, и силос этот будем продавать, потому что нам очень нужны деньги. Плюс, также нам достанется вот это вот поле с травой. Я вот не знаю только, косить отсюда траву или же засеять это поле кукурузой. С одной стороны, его тогда придется постоянно засеивать, причем постоянно пахать, постоянно засеивать, удобрять и так далее. Или же здесь оставить траву, и в таком случае здесь всегда будет трава, и с ней ничего не надо будет делать, только ее косить постоянно. В общем-то, это я еще дело подумаю. Участок с БГА у нас стоит 589 тысяч, у нас на балансе есть 603 тысячи. Я нормально так упоролся в контракты, правда, времени на это было потрачено очень много, но 456 тысяч я сумел заработать. Но в любом случае, мы будем брать кредит, потому что еще 200 тысяч, что-то около того, надо будет потратить на ферментатор, плюс немножко техники надо будет закупить и в аренду взять. В общем-то, давайте начинать. Ах да, кстати, насчет плотины. Кто-то написал мне в комментариях, что, мол, не надо ее строить, будет лагать, но я надеюсь, что не будет. У меня вроде как здесь на ультра настройках 60 фпс почти везде, так что должно все быть норм. Ну, в общем-то, у нас первая смена рабочих здесь уже закончила свою работу, и это, соответственно, треть первого этапа. Соответственно, нам нужно вот эту вот всю банду отсюда забрать, выгрузить на остановку, где мы их взяли, съездить на другую остановку, оттуда всю остановку рабочих забрать и привезти сюда. Как-то так это работает. Ах да, и с инструментами я, кстати, немножко накосячил, они у меня выгрузили два разных триггера почему-то, поэтому на первый этап их, скорее всего, не хватит. Но если что, подвезем, это не проблема. Может быть, с этого и начнем тогда? Давайте с этого тогда и начнем. Все, полезли пацаны в кузов. Как я, честно говоря, уже подзабыл, с какой остановки мы их выгружали. Ну-то ладно, разберемся. В общем-то, выгружаем и работа пошла. Я думаю, газоны мы оставим опять-таки здесь, вечером, через 12 часов, в 11 часов вечера, они уже закончат свою работу и можно будет отвезти их домой. Так, чтобы он не мешал, в общем-то, оставим его вот сюда. И переносимся тогда к нашему коровнику. Нам надо накормить наших коровок. Я думаю, три прицепа им пока что высыпем, чтобы сильно время на это не тратить. Плюс я не знаю вообще на самом деле, сколько им влезет туда. Ну, сейчас мы это и посмотрим. Ну и что мы имеем? Да, один прицеп как-то прям очень мало, поэтому давайте, да, еще надо один-два высыпать стопудово. Ну что, вроде и нормально. В желтой зоне теперь находится. Это у нас 16 коров, а что будет, когда их станет до хрена? Сколько им потребуется тогда у нас месяц? Сможем ли мы их прокормить? Хороший вопрос. Ну да ладно, посмотрим, увеличится ли производительность в ближайшее время. Если я опять не забуду это дело глянуть, но сейчас погнали заниматься покосом. С покосом у нас в принципе все понятно. Есть валерон, который поедет это все дело косить. Делать он это будет довольно-таки долго, как показала практика прошлого раза, но нам это надо. Это на один раз, после этого мы это поле перепашим и здесь будем выращивать уже какую-нибудь культуру. Потому что травы сена нам хватит надолго. Должно, по крайней мере, хватить. Которые мы заготовили в прошлой серии, заготовим в этой. Поле 16 тоже ставим на ворку. Сюда мы наняли тоже валерчика, который поедет это все дело убирать. Будет нам здесь даваться соломка. Ну и с ним, разумеется, будет работать трактор, который будет все это дело возить на склад. Тут, в общем-то, все как обычно в каждой серии у нас это происходит. Там тоже сидит валерончик, который готов работать. Вроде как у них все, как правило, четко получается. В общем-то, мы погнали заниматься своими делами. Начнем мы именно с того, что продадим ящики. Отправим на продажу. Давайте, наверное, их автопогрузкой загрузим. Что-то мне как-то неохота сейчас мучиться здесь. И красиво все делать. Ручками, в смысле. Давайте-ка включим меню. У нас тут стоят круглые тюки, потому что мы возили тюки. Во, нам надо поддоны. 9 штук залезло. Давайте 10 в принципе закинем, почему бы и нет. Можно даже не ручками, можно даже будет подъехать аккуратненько. Во, 10 тоже запрыгнул. Вместимость 5000 литров на входе. А вот какая скорость переработки, хрен его знает. Поэтому, по сути дела, влезет всего 5 поддонов туда сразу же. А как долго они будут перерабатываться, никто не знает. Ладно, поехали отвезем, посмотрим, что там будет в итоге. На самом деле, их как бы лучше выгружать по одной штуке. Выгружать лучше уже действительно вручную. Поэтому давайте как-нибудь аккуратненько это сделаем. Вот, кстати, эти поддоны немножко просаживают фпс так. Ну, не немножко, а нормально так просаживают. Так, но это дело разгрузилось. Бабло нам, разумеется, пока что не пришло. О, появился какой-то чувак здесь. Кстати, один поддон ящиков 2000 литров. Офигенно, ничего не скажешь. Давайте откроем меню. 100 литров в час, понятно. Короче, продаваться это все будет очень долго. Есть вариант, в принципе, отвезти все это дело на товарный склад. Но ездить придется долго. И неизвестно, насколько там дороже. Зато сразу получим бабло. Причем немало ценник-то там хороший. Даже хрен его знает, что делать. Ладно, поехали действительно на товарный склад. И, друзья, встретимся уже именно там. Ну, и, в общем-то, друзья, перетарабанил я все это дело на товарный склад. И да, от такого большого количества немножко фпс проседает. В общем-то, сейчас мы все это нахрен дело продадим. Это делается вот на этом триггере. Ящики, поддоны, контейнеры продаются именно здесь. Да, тут вообще поддоны проседают фпс нормально. Это абсолютно на всех картах, особенно если они в больших количествах. В общем-то, один поддончик, он 2000 приносит. Я все-таки, наверное, буду делать это с помощью зилка. Ну и вот, в общем-то, что-то напродавали. 117 тысяч заработали. Неплохо. Очень неплохо. Все равно кредит будем брать. Без этого никак. Ладно, раз мы находимся около магазина, то, друзья, погнали тогда. Купим досок, чтобы доделать палеты и чтобы выгрузить оттуда рабочего. И забыть вообще про это дело. А также купим новую технику. Я надеюсь, мы сможем на этой платформе ее туда перевезти. Так, начнем мы, пожалуй, именно с палета. Нам нужны, вообще нам надо посмотреть, что нам надо на производстве палетов. Что у нас осталось? У нас остался там один поддон с длинными досками и закончились короткие. Надо брать две коротких, одни длинные. Хотя бы. А, ниша у нас тут, типа, по много литров, да? Сколько один поддон? 4-6 тысяч? По-моему, да. 6 тысяч. 17 тысяч евро, мать его. Не, мы возьмем один. 6 тысяч. Что-то как-то жалко денег. Блин, этого должно хватить. Работнику там совсем немного осталось. Вот он уже готов. Максимум, да. Создать один поддон. Вот он, 6 тысяч литров. Далее, друзья, нам нужна сеноворошилка. И, в общем-то, под заказ привезли мне сюда, насколько я тоже знаю, польскую куботу. Небольшая, такая 6-метровая, простенькая. И мы ее, в общем-то, покупаем. Пускай она у нас будет. Также для дона нам нужна вот такая вот хреновина, которая будет соломку нашу переделывать в сечку. Видите, как оно бывает. Так что ее мы тоже покупаем. Еще 4 тысячи она стоит. И, в принципе, вот это все вполне можно погрузить на прицеп. А сверху прижать поддонами и закрепить ремнями. Например, вот так вот. И она падает все время. Не знаю, как ее даже положить аккуратно. На самом деле, ее хочется положить. Да, друзья, чтобы крутить вот это вот все дело, надо зажать колесико мышки. Если что. Ладно, и давайте сверху запинзюрим вот этот вот поддон. Надо ее как-то положить прям сверху, чтобы ремни, которыми будем это все дело закреплять. Да твою мать, что ты падаешь. Чтобы это все работало. Да, и на ворошилку это никак не действует. Жаль. Ладно, пробуем еще раз. Так, вот это сработает. Здесь на ворошилку у нас лежит. Это, в принципе, тоже хорошо. Пускай вот так вот лежит и не переворачивайся. Давайте купим еще поддон извести. Это самый верняковый выход будет. Или можно тюк какой-нибудь взять. Но известь дешевле. Все равно она нам нужна, так или иначе. Все равно мы ее постоянно покупаем. Ну, не постоянно, но мы ее пока не производим. А тюки у нас как бы свои. Поэтому, бум, давай вот так вот. И закрепить. И все. И это будет у нас хорошо держаться. Перевезем все это на базу. А поддон на лесопилку. Ну, а тем временем, друзья, у нас закончилась уборка поля. Почти сразу же погнали. В общем-то, разгрузим нашего ротора прямо, не знаю, прямо в хранилище. Я уже не буду ждать трактора. Он там уехал. Почти полностью набитый. Сейчас он тоже туда подъедет. Тоже разгрузится. Так, и высыпаемся. Блин, он долго высыпается. Так иногда напрягает это. Вроде типа реализм, а вроде как и нет. Тем временем подъехал еще и этот самый. И МТЗ. МТЗшка уехала на поле, потому что там ждет ее еще работа. А этот все сыпется и сыпется. Вроде все. Тогда паркуем его и давайте-ка займемся нашим доном. Во, пускай стоит здесь. А вообще перед доном, друзья, нам же сначала участок надо купить. И ферментатор туда запихнуть. И подъезды туда сделать, чтобы все удобно было. Что-то я рано начал про дона-то. Покупаем участок, 589 тысяч он стоит. У нас остается 111 тысяч и этого мало. Потому что участок, точнее ферментатор, который мы будем ставить, стоит 195. Плюс придется потратить немножко на терраформинг какой-то. Потому что надо будет там навести красоту. Я думаю 100 тысяч нам должно хватить, если мы берем кредит. 211 тысяч у нас становится в банке. И давайте, кстати, посмотрим, что у нас на БГА есть. Во-первых, друзья, у нас есть здесь две точки продажи силоса. Одна его переделывает на газ в баллонах. Раньше, по-моему, газ в баллонах был топливом на многих производствах. Сейчас, насколько я понимаю, его только продавать нужно. В общем-то, если он где-то нам понадобится, я еще толком не разбирался, то мы будем его мутить. Есть также точка продажи, которая точка продажи. Ну и, соответственно, на выходе у нас дегистат, как побочка. Также здесь у нас находится производство удобрений, семян, гербицидов, жидких, твердых. В общем-то, все здесь можно делать. Но пока что я этим заниматься, честно говоря, наверное, не хочу. Так, производство гербицидов понятно. Производство жидких удобрений у нас на входе дегистат и обычное удобрение. Для производства семян у нас жидкие удобрения и зерно. И, хороший вопрос, твердые удобрения, из чего нам делать. А твердые удобрения у нас делаются из навоза и жидкого навоза. Для этого нужны свиньи, насколько я знаю. Или у нас коровы тоже дают и жидкий навоз, и твердый навоз. А, коровы тоже дают. Так что можно будет, в принципе, когда его насобирается немного, можно будет, в принципе, и замутить. Да, кстати, производительность у нас уже 100%, до приплода 254 часа, это время, скажем так, сократилось, оно наступит очень не скоро, так что пока у нас 16 коровок, когда-нибудь докупим туда еще коровок, пока что немножко не до этого. И, соответственно, куда-то сюда нужно пихнуть ферментатор, здесь есть он гараж, можно будет что-то здесь из техники хранить, две ямы есть, которыми я не хочу заниматься, сами знаете почему, давайте откроем ворота, и, в принципе, можно перейти даже в меню строительства этого дела, и, в принципе, где-нибудь вот подобрать, куда это запихнуть. 11 поле, кстати, тоже с травой, очень полезно было бы его взять, ну ладно, это когда-нибудь, оно подло дорогое, вообще, вот это вот место, мне кажется, самым правильным, как вы считаете, если его как-нибудь вот так вот сюда запихнуть, по мне так нормально вполне, вот так вот, например, давайте так и сделаем, нормально будет, а ну-ка, погнали, посмотрим, 197 тысяч строительства, да, еще надо сейчас дорожки будет сюда провести, не, ну, в целом нормально, кстати. Асфальт, я думаю, мы здесь этот оставим, с этой травкой кусты смотрится вполне норм. Переходим, друзья, в окрашивание, соответственно, надо найти какую-то текстуру, которая идет у нас с этим асфальтом, и это не она, вот она, асфальт, нашел. Соответственно, немножко увеличиваем кисть, и вот здесь вот так вот это все дело выводим. Вообще, друзья, я подумал, короче, мы здесь не асфальт сделаем, а такой же, как у нас все дорожки вот эти, лежащие, такую же текстурку добавим, потому что и трава, в принципе, может из этого дела расти технически, а то из асфальта растущая трава мне вообще не нравится. А знаете что, а вот так вот и нормально будет. Мне, собственно, нравится. Да, здесь небольшой уклончик появился, надо бы его, наверное, сравнять. Как-то минимально надо его сравнять, чтобы это была плавная горочка. Не надо, друзья, писать в личку то, что средним колесиком мышки оно все выравнивается, оно неправильно выравнивается. Оно будет тогда по одной точке, и в итоге здесь овраг будет некрасивый. Так не пойдет, так нельзя. Надо это как-то вот так вот сглаживать примерно. Че у нас тут тоже все нормально, в принципе. А с другой стороны, во, это делается не колесиком мышки, это делается нажатием двух кнопок одновременно. То много умников под серией на свапе нашлось, что колесиком надо было ровнять. Ни хрена подобного, там бы потом такой овраг оказался бы. Ладно, с этим у нас все понятно. Здесь у нас тоже, видите, вроде овраг получился из-за горки, но было бы еще хуже. А так вроде как бы и норм. Ну и мы же берем дона, только надо сначала вот эту жадку отсюда достать. Я их так поскидывал здесь неаккуратненько. Кто-то на меня там наругался за то, что я вот эту штуку обозвал жадкой. А это на самом деле там какой-то хитрый пресс-подборщик. Ну, друзья, так получилось, что вообще в игре это называется жадка. Ее надо перевернуть вот так вот. А я же смотрю как в игре. Так что давайте садимся в нашего дона. Заводим его. Надо вот эту жадочку отцепить, которая у нас для кукурузки. Мы ее пока оставим, потому что я еще не знаю, сажать ли кукурузу на наше 22-ое поле, там где трава. Потому что с нее-то сечки так или иначе больше будет, чем с травы. А больше силос и больше денег. Логично? Логично. Такс, отлично. Проверить, как эта штука теперь работает. Такс, в общем-то отсюда мы будем начинать нашу работу. Но предварительно ждем, пока к нам подъедет трактор. Он должен ездить с нами, потому что никакого бункера у дона нету. Можно его пока что предварительно включить. Ну и валерон, который у нас возил этот самый ячмень. На базу сейчас будет кататься рядом и возить этот самый сечку, которую мы будем делать. Я не знаю, как это работает, как получается сечка из соломы. И оно не работает. Как так-то? Раньше работало. Ха, а ведь и правда не работает. А где это я видел, что оно работало? А Бламинго, однако. Или это может раньше у меня это работало, а этот дон типа из другого пака, из другой подборки. Ладно, значит наш план не удался. Но! Но, друзья, у нас есть план Б. Хотя это не план Б, это просто один из планов, которым мы сегодня должны были заниматься. У нас есть дон, у нас есть вот такая жадка для травы. Да, это хоть что-то. Есть вот такой прицеп. И теоретически дон должен с этим нормально справляться. Соответственно, будет он вон туда возить на ферментатор это все дело. Насколько я понимаю, тут не очень много травы будет. Хотя, с учетом того, что здесь именно посаженная трава растет, может и нормально. Посмотрим. В общем-то, нашего валерона отправляем. И, наверное, немножко мы это все дело проконтролируем. И на всякий случай надо сохранить эту гребаную игру. Потому что, если вспомнить, как это было в прошлый раз, когда наши валероны... Да, я три раза сохраняю на всякий случай. Когда в прошлый раз наши валероны пытались в силосную яму выгрузить траву с этого дона, все получилось очень плохо. Ну, косит, по крайней мере, это хорошо. И знаете, да, ее все-таки здесь получается больше, чем если вокруг поля, когда мы тогда косили доном. Может быть и нормально здесь будет. Да, что-то он под горку работает как-то прям очень медленно. Три километра в час. Сейчас вот трохи разогнался, когда выровнялся. Ну, под горку. Значит, знаете, что мы сделаем в следующий раз? Мы в следующий раз для этого дона, во-первых, посадим здесь кукурузку. Чтобы он собирался с кукурузы, с кукурузы будет намного больше сечки и террас. Во-вторых, мы купим такой же прицеп ПТС-11, только с высокими бортами, которые специально для сечки идут, для вот этой вот фигни. Он без поворотной рамы будет, точнее, без поворотной вот этой передней оси. И он с ним будет нормально справляться, потому что тот прицеп, который у нас сейчас есть для всего этого дела, он не сможет им назад ездить, потому что валероны что-то как-то не любят это все дело. Ну и, в общем-то, теоретически будет у нас такой вот неплохой доход по силосу. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Пока что силос мы будем продавать из ферментатора, а там, в общем-то, посмотрим, как оно вообще пойдет. Я еще не знаю, как это у нас будет работать, нормально, ненормально. Вообще, в теории, должно с кукурузой быть намного больше. Для этого, правда, придется сюда еще притарабанить плуг, все это дело перепахать, перитарабанить сейлку, все это дело засеять, удобрить, известь, в общем-то, все надо. И делать это придется каждый раз. Не знаю, стоит оно того или нет, надо будет подумать. По крайней мере, один раз мы попробуем, сравним, во-первых, сейчас урожай, сколько у нас будет сейчас травы и сколько у нас будет потом сечки с этой самой, с кукурузой. Там будет видно. Ага, до 95% всего наполнился и решил дальше не ехать. Ну ладно, твое право, друг. Нам сейчас главное, чтобы ты нормально выгружался и не зависал, потому что мы уже один раз обожгли. С другой стороны, здесь как бы другой триггер, там яма была, а тут не совсем яма. Погнали ближе к ферментатору, там его и встретим. Посмотрим. Написано, вот, возможно, урожай 309 тысячи литров. Я, правда, в этой цифре очень сильно сомневаюсь. Хотя, если бы мы ее косили, точно такая цифра была бы. Не знаю, посмотрим. Ну что, друг? Давай, удиви меня. Не, все зависло. Все зависло. Я потерял управление над всем. Ну твою ж мать, ну хороший же план был. Я не могу ходить, я могу пить. Все, понятно все. Ладно. Ладно, в общем-то, это дело у нас не сработало, поэтому у нас там сейчас Валерон на тракторе учится ездить по нужному маршруту. Смотрит, куда там высыпать, куда нет. Другой Валерон сейчас его здесь ждет на комбайне. Точнее, тут он девушка в замызганном таком комбайне. Кошмар. В общем-то, сейчас посмотрим, чтобы они друг с другом работали более-менее. И оставим их тогда здесь. У нас есть еще поле с травкой. Да, я с момента записи того фейла там уже прошел один день и даже больше. Ну, давай, друг. Ты вроде как должен понять, что здесь травка нет. Не понимаешь? Понимаешь. Молодец. Надеюсь, ты так хоть лагать не будешь. Ну, это, видимо, дело все в Доне. Не знаю, с любым комбайном такая фигня происходит или только с Доном. Но, в общем-то, такой фейл есть. Во. Ну, в общем-то, они поедут. Не знаю, как у них там будут с разворотами дела обстоять. Ну, потом посмотрим. Пока что, в общем-то, работает. А мы тогда переносимся к нашей новой МТЗшке. Ну, как новой, которую мы не так давно купили. В общем-то, пока что она у нас новая. Хотя она старше, чем 2022. Ну, да ладно. В общем-то, вот такую вот сеноворошилку мы прикупили. И сегодня надо нормально так убрать это поле, чтобы не было никаких остатков травы вообще по краям. В центре, если будет, то фиг с ним. И поэтому я предлагаю сейчас проехаться вокруг поля с нормальным таким зазором. И один раз вручную это все сделать, потом уже отправить Валерона. Вообще, на самом деле, поле небольшое. Можно было бы и вручную, наверное, все это сделать. МТЗшка ездит быстро. Но нет, поедет работать у нас в Валерон. Потом мы уже вручную заволкуем тоже края. И потом опять исправим Валерона, конечно же. И надо будет это все дело затюковать. Тюки придется вывозить, конечно же, ручками. Тоже 4 прицепа закинем на склад. А остальное тогда закинем в этот самый. В хранилище, в сток. Почему бы и нет. А эти пацаны нормально он ездит. Это, кстати, второй прицеп уже ездит. И, видимо, все нормально с разгрузкой. Они даже объехали как-то более-менее вот этот вот, не знаю, островок. Аппендикс какой-то тут торчит. Все у них нормально. Они вроде катаются. Но я старый курсплей поставил сюда. Прям очень старый. Может, он будет нормально работать. Тут тоже вон девах какая-то ездит. И нормально едет и разгружается. Там у нас уже начался готовиться силос. Погнали посмотрим, что там да как. Ага, пока ноль. Но сюда уже трава-сечка закинута. И сейчас сюда приедет и еще кусочек закинет. Кусочек. Е-мое. Ну, в общем-то, прицепчик один. Хоп. И все работает. Замечательно. Блин, жалко вот с комбайном не работает. Так бы у нас свободный трактор был. И было бы все хорошо. Скорость переработки тут 15 литров в час, по-моему, если мне память не изменяет. Так что довольно быстро все это будет перерабатываться. Ну, а работа у нас потом по посеву, по косу, по косу. Да, по севу, вспашке. Тут, конечно, до хрена. Это поле долго будет и сеяться, и пахаться, и, наверное, надо будет и известью сюда, и все, короче. Полная обработка. Посеем сюда кукурузку. Я думаю, с кукурузки должно быть намного больше сечки. Впрочем, в следующий раз сравним. Ну что ж, друзья. Прошло немного времени, и по-быстрому тут все обработалось. За это время, кстати, валероны, которые убирают травку на 22 поле, работают замечательно. Меня пока что радует. Все хорошо. Дальше наша задача сейчас заволковать вот это вот все дело. И надо все вот это сено, которое за пределами поля, закинуть обратно волковой жаткой на само поле. Поэтому один проходик вокруг мы сейчас делаем вручную. Играет музыка. Во, я думаю, пойдет. По крайней мере, выгребли всю траву, которая была у нас за пределами поля. Ну, почти всю там где-то мелочь осталась, и хрен с ней. Соответственно, теперь отправляем работать валерона, и он вроде как все четко должен будет собрать здесь. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. И жалко, нет свободного трактора. Эти пацаны-то хоть и работают нормально, кстати, но они еще надолго. Блин, новый трактор для этого покупать как-то не особо хочется, если честно. А что у нас там, кстати, на ферментаторе интересно уже? 97 кубов и 12500 силоса есть. Уже на сутку отвез. Красавчики. Будет силос, будем его продавать. Надеюсь, продажи силоса проблем никаких тоже не будет. О, нормально. Вот этот курсплей старый. У меня 293 сейчас стоит, а вот свежие вот эти вот, 335 я пробовал, там вот не умеет. Так что, если надо убирать поля, то старый комбайн, старый курсплей, точнее, вам в помощь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что ж, друзья. Закончилось и волкование. У нас, соответственно, волковую жатку можно сдать. Напомню, что мы ее в аренду брали, она нам больше не нужна. Соответственно, теперь это все дело нужно затюковать. Для этого нам понадобится тюковщик, который у нас стоит здесь. И что-то мне кажется, что первый тюк, который отсюда вылезет, это будет тюк травы. Я, честно говоря, не могу внешне определить, что это трава или сено, но, скорее всего, это трава. Нормально. В общем-то, подбирает довольно чистенько. Как обычно, отправляем работать Валерку, а сами садимся в ЗИЛы и будем эти самые тюки собирать и возить на склад тюков. Единственное, надо поставить здесь не поддоны, потому что у нас здесь они раньше были, а тюки. Во! Все грузится. Замечательно. 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну и друзья, насколько я понимаю, сено у нас будет храниться вот здесь Нет, здесь у нас силос, сено значит в первом И один тюк травы таки улетел Одного будет не хватать в сено Ну и ладно, невелика потеря В общем-то, друзья, вот эти пацаны у нас хорошо работают У них вообще все в порядке, меня это прям радует Тюки мы сейчас все соберем, затюкуем, все соберем И перед следующей серией нужно будет вот эти два поля перепахать и засеять кукурузкой Точнее вот этой кукурузкой, а то, честно говоря, еще не знаю Но его в любом случае надо перепахать и чем-нибудь засеивать какой-нибудь другой культурой Травы у нас много, сена у нас хватает, все у нас в порядке В следующей серии мы продадим силос, который сейчас соберем Он должен будет успеть весь переработаться Довольно быстро это делает Ну и в следующий раз будем собирать еще силос на продажу Может быть между этими двумя сериями пройдет стримец Потому что работа, по сути дела, закадровая реально до хрена А правда я вот сейчас еще собираюсь немножко тут подделать всякого Хотя уже, блин, пол второго ночи Боже, на что я свою жизнь трачу, а? Гребаная ферма не отпускает А у нас на ферментаторе уже 30 кубов силоса Нормально, он быстро работает 15 тысяч литров в час, они уже 2 часа это убирают Ну, да, долго Вот, и в следующий раз мы сравним, что выгоднее Кукуруза или трава Чего больше получается Я думаю, что кукурузы должно быть больше Если травы будет больше, то... Или не намного меньше То мы опять засеем здесь травы И... потому что каждый раз пахать поле Сеять, тратить деньги на семена, удобрения и так далее Тоже не особо хочется А так, вон, с травкой они вполне себе нормально работают Да, в следующий раз купим побольше прицепчик Который у нас силосный специально для сечки Для силоса Еще надо будет проверить, как у нас будут наши валероны работать с продажей Может быть придется конвейер какой-нибудь брать Тоже посмотрим Так что много всего, в общем-то, интересного нас впереди ждет На этом, друзья, я с вами прощаюсь Чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал Не забывайте, конечно же, про лосики Потому что, ну, запись этой серии началась, когда на часах было 10 утра Сейчас 15.20 Больше 5 часов у меня на один ролик уходит Плюс еще столько же я его буду монтировать И еще намного больше закадровых работ будет Которые, скажем так, обычный гринт Поэтому на подготовку всего этого дела времени уходит очень много И я буду благодарен каждому вашему лайку Каждой подписочке, в общем-то, комментики пишите и так далее Вот хороший вопрос Выгружается сюда оно из прицепа, если рядом будет проезжать наш валера или нет Но, в принципе, это решается с помощью конвейера Конвейерной ленты Ладно, в общем-то, друзья, всем спасибо за внимание Спасибо за просмотр С вами был Никита Дилэй Всем всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok